испытана на себе мы сейчас готовимся к выезду у нас будет достаточно интересный маршрут и наша цель это найти водопады по маршрутам одна из целей вот сейчас заправляемся бензином разбавляем масло лодка забронированы сейчас в отличие от прошлого сезона здесь уже забронировали дно и буквально вчера наклеил пятаки для сумок на то есть здесь будут сумочки потом покажу вот а в целом все без изменений мотор тут тахат 50 с насадкой с водометной завтра у нас будет еще дополнительные сборы у андрея очень приятные хлопоты он распаковывает сейчас новый мотор новую улитку водометную насадку сейчас он ему предстоит сегодня вечером или завтра в течение там полдня мотор обкатает и потом также мы где-то примерно ближе к вечеру во второй половине дня отправимся уже запакованы в наш путь но счастливый момент новая техника обновка новый мотор новая насадка сборы подготовка для первой поездки в сезоне всегда очень приятный если андрею еще предстояло собрать новый мотор и обкатать то я занимался мужской двухтактной кулинарией мне нужно было развести бензин в нужных пропорциях масло на разлив дешевле на 100 рублей целом неплохое предложение вот так вот и баночку литровую используем как мерного стаканчика все рассчитано до миллилитров вот так вот примерно 50 литров и примерно литр масла с прошлого сезона у меня еще остался разбавленный бензин так как для этой поездки требовалось много топлива около 350 литров я принял решение разбавить старый прошлогодний бензин по канистрам и снова добавить масло по нормативу со свежим бензином то есть в пропорции 1 50 забегая вперед скажу что для передвижения на высоких оборотах на водомете это еще приемлемый вариант а вот движение на такой смеси на малых оборотах добавит мне немало седых волос почему вы узнаете в течение моего рассказа ну а пока я впервые загружал лодку для передвижения на лодочном прицепе который любезно одолжил на время наш одногруппник серафим за что ему огромная благодарность так расположить канистры чтобы они не болтались по лодке плотничком у тебя же столько бутера не получится чтобы блок не поставить тогда придется привязывать за и вот эти вот нагрузки сколько можно будет посередине ложи ну я думаю вот эти большие канистры вот сюда сюда плотники да на плоских положить так да потом эти мягкие по пицце и большой этот партия 1 так у нас тут вся проблема с баком мягким мягкий бак но надо ему дать должен ему уже это года 4 но не просто просмотрел верхняя часть его протекает подготовка поездки всегда состоит из огромного количества мелочей и небольших проблем которые желательно устранить до начала самой поездки загрузив лодку поместив мотор и остальные вещи в машину на следующий день мы выдвинулись в путь как хорошо что не надо переправляться на другой берег такая мысль у меня возникла в голове когда мы проезжали мимо очереди на паром сейчас мы две лодки уже выдвинулись вперед городе еще осталось два реки пожарней будет чуть попозже но и наша задача дойти до кипятцев и там уже запустить лодки на воду ранним утром мы стартуем стартуем сейчас у нас время 9 вечера уже поднимаемся на намский подъем по плану где-то с первыми лучами солнца и пяти четырех утра как видите машине вещей предостаточно еще в лодке топлива топлива только 350 литров каждого и там еще подбогательники лежат палатки целом видно будет уже когда весь наш груз поместим на водку будет уже вида и понятно что нас ожидает а а Так, ну что, мы сейчас прибыли на место списка лодок. Первым мы сейчас вот этот самолет спустим. Но перед этим его нужно накачать. Подготовка к спуску на берегу тоже очень вдохновляющее занятие. Ты готовишься с автомобиля пересесть на лодку. Стараешься ничего не забыть, но все эти приятные хлопоты немного омрачают комары. Кстати, так как этот год был объявлен в республике годом семьи, мы выдвинулись в экспедицию со своими женами. Например, моя супруга вообще впервые поехала на горную реку. И, как видите, плюсы от совместной поездки видно уже на берегу. Хватит? Хватит? Эй! Камарики, камарики, камарики. Камарики... Камарики, камарики, камарики и понятия. Хватит? Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 20.000 Почему-то скорость небольшая Ну, то есть проблем ни с них нету Рулиться вроде ничего Но скорость небольшая Не знаю чем связано после тест-драйва обратите внимание на моё недовольное лицо я недоволен скоростью в 23 километра в час я больше даже удивлен чем расстроен но причина в том что я забыл после перезагрузки перевести часы в нормальную систему измерений в итоге 23 мили в час это 37 километров в час что является приемлемой скоростью для водометного комплекта она посмотрим но главное что идет и главное что сразу на воде сам водозаборник упал под тоннель самое главное вот лодка рядом стоит надувная и тут видно вот такие штуки вот такой металл так сейчас у нас переодевание уже для похода тут сухой костюм самое знаете что меня волнует то что в прошлом году я весил 95 а сейчас в этом году прибавил 10 вообще влезу я сюда или нет мы узнаем прямо сейчас помары детьми нам ски вот из-за травмы правой ноги не могу держать равновесие нормально на правом так это еще не все вот она вот она туристическое счастье не спать сутки как нормально потому что без кофты это видео видео классно ну вот дождались мы конечно нет наконец-то этого момента последние штрихи и мы рвем путь ждите продолжения вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стремление к комфорту и длительность маршрута приводят к перегрузу лодки. Можно, конечно, ездить по-спартански, но это не про нас, тем более мы едем с семьей. У нас в лодке помимо 350 литров бензина было две большие палатки, печка, бензогенератор, холодильник, стулья, стол, запас еды на 10 дней, видеоаппаратура, ноутбук, раскладушки, одежда и на жару, и на снег, ну и, конечно, рыболовные снасти. Сейчас мы полностью загрузились, у нас, мне кажется, перегруз, но надо будет попробовать встать на глисс, и если все нормально, то мы двигаемся в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да, Саня, а вы вот шли там прямо по берегу, по левой стороне шли, да, все время? Да, все верно, потихоньку час, когда на взборде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перегруз, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы поняли, переход по глубокой воде реки Лена производился без выхода на глиссер. Тем более, что новый мотор Андрея еще не был до конца обкатан, и мы шли в одном скоростном режиме. Аэролодка Евгения ввиду своей большой скорости не позволяла ему идти в нашем темпе, поэтому он ушел вперед до места первой стоянки. Так же сделал и Юрий на третьей водометной лодке. Субтитры сделал DimaTorzok Ситуация кардинально поменялась, когда мы зашли в Устье и началось мелководье. Лодка почувствовала дно и давление воды сделало свое дело. Мы вышли на глиссер. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как стало понятно, что лодка идет приемлемо, я решил показать супруге, которая впервые была на горной реке, что такое застрять на перекате и залетел на камни. Вот так вот. Куда мы попали? Попали. Какую западню? Обычную. На перекрым на лодке попали и у коту. Я сейчас камни проверю. Кстати, трубу надо уже поставить. Есть камни? Сейчас я трубку поставлю сначала. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь наглядно видно, как на глубине лодка не может выйти на глиссер, но как только начинается перекат, ее поднимает и выводит на скорость. Это даже дало возможность немного скинуть газ на самом перекате, что обычно делать не рекомендуется. Но я побоялся облить оператора. А вот Андрей не побоялся и облил. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Икра черная, красная, да, заморская икра Баклажанная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжали наше постепенное продвижение К месту установки основного лагеря Несмотря на яркое солнце И даже сделав скидку на начало июня Уже начинало чувствоваться приближение гор Воздух становился прохладнее И межлесных берегов Все чаще стали мелькать горные массивы Уже в следующем выпуске вы узнаете Все ли палатки нам удалось удержать во время ветра Как прошла встреча с хозяином тайги Расскажем про трудности подъема по реке А также как мы из лета попали в зиму И самое главное Что нас ждало в завершении намеченного маршрута Испытано на себе